Говорит Москва ведёт трансляцию программ в YouTube. Подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва» и смотрите стримы прямых эфиров. Теперь вы знаете, какого цвета наш диван. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, январь, день 26-й. Это «Радио Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 88,87, доллар 78,63, нефтьбренд 86,89 и пара биткоин-доллар 37,736 долларов 53 цента за один биткоин. Что там за взятием Харькова? Ура, пишет Спира. Ну, CNN, есть такой телеканал, они взяли Харьков, вы не в курсе? За нас взяли. Все, Харьков теперь Россия, если вы вдруг смотрите CNN. Вот. И там уже начался концерт Газманова. Ну, а что поделать? Ну, да, вы не знали, а CNN за нас уже взяли Харьков. Вот такая вот история. Я даже вам сейчас это обязательно покажу. Сейчас, секундочку дайте мне. Так, 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 сейчас. Поздравляю всех. Вот, все. Вот, покажите нашим друзьям и товарищам, как CNN за нас взяли Харьков. Такие юмористы выступают. Спасибо, батюшка. Харьков, С, Россия, пишет Олег Металлика. Да. А где роман, никто не отвечает, пишет Олег. Да все вам уже 10 раз ответили, вы как дураки спрашиваете, Олег. Ну, без обид. Вернется скоро. А дальше личные дела у человека. Нельзя про него рассказывать то, что он, может быть, сам про себя не хотел бы рассказать. Дальше у него спросите. Что непонятного-то? Как эти, как вот реально? Привыкли к шоу-бизнесу, что ли? Где вам там Филипп Киркоров рассказывает, как он сперматозоиды замораживал? Я не знаю. Ну, вот правда. Завязывайте с этим. Вам уже уже сказали, вернется, все. Еще меня начали спрашивать. Такое наблюдение, пишет Панк-13. Все дружно шлют на Украину противотанковые комплексы, во всяком случае так говорят. Хотя, как показала Сирия, Россия предпочитает использовать ВКС. А в случае с Украиной можно и флот подключить. Тогда, получается, это помощь подставы или имитации. Или ошибаюсь, пишет Панк-13. Панк-13. Это вообще все подставы и имитации изначально. И вот, кстати, да, вот. CNN взяли за нас Харьков. Имейте в виду. Можете, если что, эту картиночку еще у меня в канале, в Телеграм посмотреть. Но она тоже украдена, поэтому не переживайте. Она есть и в других Телеграм-каналах. Но там у них она тоже украдена и всякое такое. Вообще, мнение будет война или признание республик. Сергей, подождите, подождите. Подождите, подождите, Сергей. Сейчас будет нормально. По очереди все подходим. Не Газманова, а Дениса Майданова, пишет Эдмон. Ну, Газманов это классика бессменная, да. Денис Майданов это отличнейший певец, отличнейший, патриотич, прекрасный. Но пока, конечно, не Газманов, что-то говорить. Все-таки, когда CNN берет Харьков за нас, будет концерт Газманова в Харькове в данный момент. Потом, конечно, на следующий день уже будет Денис Майданов выступать. Потом Пелагея приедет. Ну, вы поняли. ВВС возьмет Одессу вперед. А, BBC, видимо, не ВВС, скорее всего, BBC в этом случае. BBC должны взять Одессу. Любея будет выступать, Олег Митарьков. Любея это гала-концерт по случаю захвата Украины полностью. Возвращение домой. Но это я даже не знаю. CNBC или как эти каналы все называются. CNN берет у нас Харьков. BBC у нас берет Одессу. Всю Украину кто за нас возьмет? Какой канал? Пусть будет казахский Хабар. Как вариант, да. Ну, а если так вот. А Линдеман пишет. Ну, Линдеман, что-то с ним никак не определяться в наших Госдумах. То ли он за нас, то ли он против нас, то ли он нас поддерживает, то ли у нас троллят. Никто не может никак понять. Хорватия зраду-зрадную сотворили, пишет Виталий. Хорваты вчера были сильны, по-настоящему. Хорватов прямо, вот знаете, уважуха. Вот они показали, что такое по-настоящему НАТО. Да, вот это вот НАТОвское единство. Я сейчас попытаюсь найти, где это было. А это и не найдешь, видимо. Но смысл такой. Я передам, попробую словами своими. Хотя, не, вот, нормально, вот. Официальное заявление. Хорватия в случае конфликта с Украиной заберет свои войска, значит, своих военнослужащих из НАТО. Ну, просто на всякий случай, из тех стран, где они есть, они на всякий случай заберут своих военнослужащих. По этому поводу украинцы обиделись. Вызвали посла хорватского и говорят, а что там ваш президент вообще заявляет? Это, говорит, недружественный шаг. И внесли хорватского лидера на сайт миротворец. Это забавно, как мне кажется. А что возьмет ПСАКИ, пишет Эдмон. Подождите, подождите. Байден с просония СНН смотрит и как влепит нам санкции, пишет Панк-13. Панк-13 одно радует, у них ночь и день отличаются от нашего. Ну, то есть, они так далеко, что когда мы вроде бы проснулись, они засыпают, а когда мы вроде бы засыпаем, они просыпаются. Ну, примерно так. С-С-Б-С-В-Н-Н-К-Ю, американские новости, Калибгон. Саша говорит, тот самый письменный ответ американцы дали или нет? В новостях писали, что о нем уже проинформировали Украину, пишет Павел. Да, сами американцы вчера сообщили, что они проинформировали якобы о чем-то там Украину. Вот. И дальше они нам дадут свой ответ. И дальше они говорят, что этот ответ вряд ли кого-то удивит. Сейчас я вам скажу конкретнее чуть-чуть, процитирую. Значит, спикер Госдепа Нед Прайс об ответах США на требования России по гарантиям безопасности. Теперь в деталях. В ответах не будет сюрпризов. Не будет сюрпризов для НАТО. Не будет сюрпризов для наших европейских союзников. Не будет сюрпризов для украинских партнеров. Мы очень четко заявляли о том, в каких областях дипломатии и диалог с Россией могут оказаться плодотворными и жизнеспособными, а также о тех областях, которые просто неприемлемы. Это их требования, когда речь идет о НАТО и об открытых... Ну, открытых мы очень четко об этом говорили. Ну, ясно. В, видимо, границах. В документах будут четко обозначены области, в которых может быть определенная польза от сотрудничества и где может быть достигнуть прогресс. Когда речь идет об укреплении трансатлантической безопасности. Когда речь идет об укреплении коллективной безопасности. Когда речь идет об устранении некоторых озабоченностей выраженных России. Мы учли позицию Киева в отношении российских предложений в сфере безопасности. Мы не только проинформировали их, но и специально запрашивали их мнение и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет. Ответ еще не был передан Москве, но как только он будет отправлен, мы уведомим. Это вот сказал как раз таки спикер Госдепа Нет Прайс или Нет Прайс, если вам так удобнее. И вот он как раз, вот с него эти новости пишутся, что значит Вашингтон проинформировал Киев. Вот с него, именно вот с этих заявлений эти были написаны новости. Почему Украина не хочет к нам? Так будет хоть какая-то надежда, что появятся рабочие места, не будут ездить на заработки и так далее, ведь сейчас у них полнейшее дно, пишет Макс. Украина может быть к нам и хочет. Я имею ввиду украинцев, которые миллионами приезжают, у нас здесь работают и так. Ну, правда, некоторые хотят именно в Польше работать, еще где-то. Проблема заключается не в том, что хочет простой украинец. Проблема заключается в том, что хочет даже не простой американец, а непростой американец. Все. То есть украинская власть в этом смысле, даже вы видели, заявления идут хоть Данилов, хоть сам Зеленский, мы не видим, мы не видим, чтобы на границе что-то происходило, мы не видим никакой угрозы, угрозы нет. Американцы в этом смысле из всех просто палят пушек и говорят, что вы просто не видите. Ну, а мы-то видим. Нам-то виднее там из-за океана, что сейчас русские нападут, сейчас будет. Ну, СНН, видите, да, уже это все. Харьков присоединили к России, проблем нет. То есть есть ощущение, без ложной скромности вам скажу, что американцы подталкивают украинцев на военные действия, а украинцы, очевиднейшим образом поняв, куда их толкают, наконец-то догадавшись, не хотят. И из последних сил либо откладывают это событие, либо вообще хотят как-то вывернуться из ситуации. Но проблема такая есть, что Америка толкает. Они все время нагнетают ситуацию, они все время говорят, что Россия вот-вот сейчас нападет. Усиления какие-то на границах происходят. Украинцы уже в официальной своей позиции дали заднюю и не один раз. Ну, есть такое выражение, дать заднюю. То есть они уже включили задний ход и пытаются отъехать. Почему они пытаются отъехать? В принципе, я понимаю, почему. Потому что, наверное, Зеленский, Данилов и Ижи с ними через запятую представляли, что если вдруг произойдет ситуация, при которой Россия там какой-то конфликт с Украиной включится, тут же все натовские страны встанут и начнут защищать грудью, просто встанут и начнут биться вместе с Украиной плечом к плечу с русским агрессором. Ну и за пару дней Вашингтон, естественно, захватит всю Россию и можно будет на танке Абрамс кататься по Тверской или по Арбату. Все там разные украинские патриоты выбирают разные места, где они хотят прокатиться на танке Абрамс. На деле ситуация такая. Хорваты сразу убежали. О, война! Вы что, с ума сошли? Мы выходим сразу. Мы просто забираем войска, уезжаем домой, воюйте сами. Это хорваты, они самые мощные вояки в этой войне. Ну, спасибо им, кстати, молодцы. Правильно, так и надо. Вообще, я всегда, чтобы надо так действовать. Американцы говорят, вчера эта Псаки заявила со слов Джо Байдена. Джо Байдена. Значит, у Байдена нет ни желания, ни что-то там еще посылать войска на Украину. Все, у него даже желания нет. Просто настроения нет, желания нет, здоровья нет. Сейчас не до этого, братан. Сам-сам разберись пока, да, вот так вот. Желания не особо имеют, да? Неинтересно. И все. Говорят, желания особого нет у Байдена. Все такие, чего на Украине? Ну, у них же в голове-то это работает. Да, мы видим, сейчас по телевидению показывают, как им перебрасывают вооружение. 90 тонн, еще 80 тонн, еще 90 тонн. Но, на всякий случай, это те самые вооружения, которые в рамках вот этой вот помощи в 300 миллионов долларов, помните, которые давно-давно, Вашингтон, говорит, мы на 300 миллионов оружием закинем. Вот это и есть та самая помощь. Вот эти ящики. Им говорят, вот вам оружие. Англичане там присоединились, говорят, вот вам оружие. Там самый смешной, такой трэшовый момент, это наши эксперты военные заметили. Они говорят, там, срок годности некоторых боеприпасов 2022 год. Ну, то есть, чуваки, это просрочка практически уже. Надо брать сейчас и делать, потому что дальше уже все, протухнут эти снаряды. Сейчас надо делать. Это Британия. То есть, вот такая ситуация, когда оружие кидают и говорят, украинцы, вперед! Вперед! И усиливают западную границу с Украиной. Западную. Не восточную, где они с нами граничат, а западную. Ну, чтобы на всякий случай обезумевшие от ужаса войны украинцы не могли пробежать, я так понимаю, в Польшу, чтобы их отстреливали на подходе. Ну, примерно как тех мигрантов, которые через Белоруссию пытались сейчас попасть в свободную Европу, да? Не получилось у них попасть. Им польские солдаты рассказывают, как они расстреливали этих мигрантов. Ну, солдат перебежал на границу Белоруссии, и сейчас Белоруссия рассказывает об этом. Откуда наши эксперты знают про срок годности? Не могу понять, пишет 101-й километр. Очень внимательно смотрят 101-й километр. Кстати, хотите прикол? Многие, так скажем, ну, не шпионы, не разведчики берут информацию из открытых источников. Потому что, как бы это странно ни было, получается следующее. СМИ, которые что-то снимают и показывают, не всегда понимают, что можно показывать, что нельзя показывать. Журналисты, которые что-то рассказывают, не всегда понимают, можно это рассказывать или нельзя рассказывать. Из этого массива информации профессионал может вычленить некоторые моменты, которые заметны только ему. Вот, например, сняли СНН что-нибудь, как выгружается где-нибудь из самолета военная помощь. Там ящики, на этих ящиках, например, надписи. Нам с вами непонятные, а экспертам военным понятные, потому что они знают. Они читают и говорят, о, смешно, старье скинули, а это вот они скинули, а это оттуда прислали, а мы это знаем. То есть это их такая тусовка, где они понимают, что говорят, но а мы не понимаем, потому что мы не настолько глубоко в теме. Вот и все. И посольство США из Киева эвакуировали, а из Москвы нет. К чему бы это, пишет тот, кто надо? Ну, у них там с этими эвакуациями особая тема. Они сначала говорили, что мы кого-то эвакуируем, потом оказалось, что это неправда. Опять же, это американские СМИ писали. Я вам показал уже картинку, а можно еще раз показать, как СНН у нас, значит, Харьков присоединили к России. Посмотрите, СНН уже присоединили Харьков к России. Да-да-да, вот роскошная картинка, я считаю. Всем дарю. Вот. Наши танки в Харькове уже пока вы спали. По мнению СНН, не более того. Ну, вот такая же примерная вещь была от New York Times, которые сказали, что мы выслали уже там наших дипломатов, мы уже всеми их забираем, все, скоро война с Украиной. Наш дипломат говорит, что? Что? Дальше у них был вброс, я уже не помню, кто конкретно у них этот вброс давал. Сейчас, по-моему, это были кто-то уже, это англичане, по-моему, были. Значит, Путин договорился с Си Цзиньпином о том, что война начнется после Олимпиады, чтобы не омрачать Олимпиаду. Наш МИД говорит, вранье, через очень короткое время МИД китайский говорит, это вообще не то, что дезинформация, это прямо откровенная гнусная ложь. Ответа не последовало с той стороны. Ну, то есть, они просто вкидывают и ждут. И даже, по-моему, уже ничего и не ждут. Просто вкидывают. Все. Да, вы не забывайте, что у нас ведь теперь еще учение, вот это вот союзная решимость, как это правильно называется, учение. Сейчас я вам буду даже кадры показывать, чтобы вы понимали, что и где происходит. Так, сейчас я вам найду. У меня есть, я себе выделял эти моменты. Так, да, значит, так, так, так. Учение, да? Ну да, да, союзная решимость 2022. Вот, например, мы сейчас покажем, как Россия отправляет в Белоруссию истребители Су-35. В рамках проверки сил реагирования союзного государства. Потом можно, в принципе, посмотреть, как отряд наших боевых кораблей Северного флота выходит в Баренцево море в рамках учений. Тут, конечно, другая часть каких-то других учений. У нас учений много разных происходит. Ну, а может, и нет. Это опять к военным экспертам в большей степени. Ну, вот Су-35, вот он взлетел, ушел. Сейчас вы видите на своих экранах, если кто смотрит трансляцию. Если кто не смотрит трансляцию, скажу так, на кадр Су-35, который летает туда, далеко-далеко, в Белоруссию. Ну, на самом деле, для Су-35 это не так и далеко. А вот, например, отряд боевых кораблей Северного флота, который вышел в Баренцево море в рамках учений. Также в Белоруссию мы видели, перебрасывали С-400, здание на Востоке. Ну, учения, значит, интересные у нас планеты. Относительно Баренцево море, да, хотелось бы сказать. Это не про союзную решимость, это немножко другое. Что будет отрабатывать Северный флот? Способы ведения боя в Арктике. Дальше. Привлекут до 1200 человек и до 30 кораблей подлодок и судов обеспечения. Будут отрабатывать основные действия, значит, в Баренцево море. В них задействует фрегат Адмирал Горшков, носитель гиперзвуковых ракет Циркон. То есть Цирконы посмотрят, как работают. Дополнительно еще раз. Ряд учений пройдут на береговых полигонах Мурманской области. То есть вы видите, мы и, значит, на Севере, и в Белоруссии проводим разные учения, которые, в принципе, можно в каком-то смысле идеологически и фактически свести к тому, что Россия проводит разные военные учения. Сразу проверяет свою боеготовность на случай всякого разного. По поводу союзной решимости 2022 у меня тоже был интересный текст. И если я его найду, я вам его сейчас прочитаю. Но куда-то он улетел. Там смысл был в том, сколько это будут учения проходить. Они, во-первых, будут проходить... Они условно делятся на два периода. В феврале. Напомню, до 9 февраля и с 10 по 20 февраля. Там два периода, и разное отрабатываться будет. Я, если это сейчас найду, то вам прочитаю. Увеличение видеотрансляции убивает вас, как радио. Люди слушают вас в машинах, предлагаете им смотреть. Пишет Сергей. Нет, я не предлагаю ничего. Смотреть, Сергей, вы какой-то странный человек. Это просто доп-опция, которую могут использовать те, кто не слушает нас, а именно смотрит. Вот и все. Это доп-опция. Я же не говорю вам, ой, посмотрите на эти кадры, я изо всех сил сейчас буду вам о них рассказывать. Ну, корабли там. Что такого-то? Ну, корабли. Вот. Просто кому-то интересно на них посмотреть, между прочим. Вот мне, например, интересно. Освятите бойкот фан-айди, фанат не преступник, стадион не тюрьма, зенит, пишет АГЭ. АГЭ, осветил бы с удовольствием, если бы знал, о чем сейчас идет разговор. Я вообще в другой тематике. Ну, вот. Поэтому давайте попробуем сначала. Вы мне расскажете, а я, может быть, остальным расскажу, попробую. Контролеры, проверяющие наличие масок у пассажиров московского метро, задержали пару, которая находилась в федеральном розыске, за кражу и вождение в нетрезвом виде. Искали медь, а нашли золото, пишет Антипаша. Да. Речь о том, что больше отсылок к видео стало. Вот о чем речь, пишет Сергей. Так и прекрасно, пусть их будет больше. Тем, кто смотрит, будет интересно. Все остальные, ну, могут, наверное, эту секунду перетерпеть. Так. Так, это скандал, президент Хорватии, и это не просто разногласие, пишет Середжик. Я вижу ее непоследовательное, даже опасное поведение в сфере международной безопасности. События происходят в прихожей Москвы, столице России, которая хочет получить гарантию безопасности. Хорваты, цитата, это не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к России. Это связано с динамикой американской внутренней политики Джо Байдена и американской администрации. Да-да-да-да, хорваты могут все, что угодно рассказывать, с чем связано то, что они не хотят воевать, если что, вдруг, вместе софига. Со всеми натовцами самый главный факт заключается в том, что они не хотят воевать. И самый главный факт для Украины заключается в том, что все страны НАТО сказали, мы за вас воевать не будем своими руками, и умирать за вас тоже не будем. Поэтому вперед, украинцы, сами умирайте в войне с Россией. Мы, если что, подкинем вам всяких железяк, а против России мы будем вводить страшные-страшные санкции. О-о-о, рубль испытает такое давление, которое никогда не испытывал. Ну, сами понимаете, да, недостаточно убедительно, я думаю, для украинцев, чтобы пойти и умереть. Да? Что в случае вашей тотальной смерти, уважаемые украинцы, мы накажем санкциями Россию, и рубль упадет на, не знаю, 50%. Недостаточно, мне кажется, да? Поэтому, поэтому украинская власть сейчас занимает, это будет даже забавно, но в информационном пространстве, не про американскую позицию. Как по мне, это уже потрясающий результат тех гарантий безопасности, которые мы запросили у американцев. Даже если они не дадут никаких гарантий, мы увидели, что хорваты сразу убежали, мы увидели, что украинцы сами воевать не хотят, не хотят. Они хотят, чтобы американцы бомбили прям Москву, а мы прям бомбили Вашингтон, и в конце остались только украинцы. Нет, так не получится, им все намекнули, понятно, да? Я говорю, не, 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 сами умирайте, говорит. У нас все нормально, говорят им, американцы говорят им, британцы говорят им, немцы говорят, немцы говорят, мы даже оружия не дадим. Вот, оружия не дадим. Еще, хотите про немцев? Это же тоже вот, понимаете, это не только мы видим, это же видят все, это же видят и украинцы в том числе. Какие у них нерушимые союзники, потрясающие, в случае чего. Блумберг. Германия передала документ со своими предложениями европейским союзникам по санкциям против России. Это если начнется что-то, обострение на Украине. Правительство ФРГ требует, чтобы возможные санкции из-за Украины, внимание, не затрагивали российский энергетический сектор. Поняли все? На всякий случай напомню, наша экономика в основном существует, в основном, ну все это знают, благодаря энергетическому сектору. Немцы говорят, вводите страшные санкции, если вдруг Россия начнет воевать с Украиной. Только не затрагивайте энергетический сектор. Почему сказать? Почему сказать, да? Северный поток-2. Вот почему. Вот почему. Потому что газ стоит больше тысячи. И там летает эта цена туда-сюда. Вот почему. Поэтому все на Украине сейчас прекрасно понимают, что их просто, им советуют всем умереть в войне с Россией. А за это против России ведут страшные санкции, которые будут адски невыносимыми. Но, но, но энергетического сектора они не коснутся. А энергетический сектор самый чувствительный для нас. Точка. То есть, все те угрозы, которые сейчас звучат со стороны Запада, это вообще фикция. Ноль. И это понимают на Украине. Хотят ли они умереть за это? Очень сильно сомневаюсь. Вот. Все-таки, я думаю, Зеленский хочет когда-нибудь поехать в свою квартирку на Беккер-стрит в Лондоне. 8.30 новости. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8 В Москве 8.30 в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Москве число заболевших COVID-19 детей за две недели выросло в 14 раз. Количество госпитализаций несовершеннолетних увеличилось в 10 раз. Как сообщает сайт Департамента здравоохранения столицы, примерно половина из них – это переводы из других больниц, где дети проходили плановое лечение по другим заболеваниям. В связи с ростом числа заболевших, власти решили закрыть на три недели плановую госпитализацию подростков. Уточняется, что изменения в работе медучреждений не коснутся пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Александр Гинсбург призвал привить от коронавируса около 10 миллионов подростков за полгода. «Для этого придется использовать ту вакцину, которая есть сейчас», подчеркнул глава Центра имени Гамалей в эфире телеканала «Россия-24». Он выразил надежду, что необходимость прививать детей «поймут большинство родителей». По словам вирусолога, вакцинировать необходимо подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Гинсбург также рассказал об исследованиях вакцин от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Они могут занять до 3,5 месяцев. Препарат будет состоять из двух компонентов, а его концентрацию планируется сделать в 5 или 10 раз меньше исходного спутника ВИ. СМИ узнали о возможной досрочной отставке губернаторов нескольких регионов. Первые кадровые изменения могут начаться в первом квартале года. По информации газеты «Ведомости», свои посты могут покинуть до 9 руководителей субъектов. Издание уточняет, что своих постов могут лишиться губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Рязанской области Николай Любимов, руководитель Кировской области Игорь Васильев. Источники газеты также сообщают, что глава Мариэл Александр Евстифеев хочет уйти в отставку, но, вероятно, останется на посту. Северный флот России начал учения в Арктике. Руководит маневрами Герой России адмирал Александр Моисеев. Как сообщили в Минобороны, в учениях будут задействованы до 1200 военнослужащих, около 140 единиц боевой и спецтехники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Военнослужащим Северного флота предстоит отработать защиту коммуникаций Северного морского пути, охрану и оборону гарнизонов, а также провести учения по противодействию условным террористическим группам, их блокированию и уничтожению. Основные практические действия сил и войск Северного флота пройдут в акватории Баренцева моря. Toyota Camry стала самым продаваемым автомобилем в сегменте D в России в прошлом году. Такие данные приводит агентство Автостад после анализа продаж новых легковых машин. Уточняется, что в прошлом году в стране купили 31 983 экземпляра этой японской модели, что на 17% больше, чем в 2020. Второе место в сегменте D занял седан Kia K5, проданный в количестве 29 224 единиц, рост в 3,5 раза. Замкнул тройку лидеров автомобилей Hyundai Sonata 6 968 машин. Далее о валюте и погоде. Официальный курс доллар, установленный Центробанком. На сегодня 78 рублей 64 копейки, евро 88 рублей 93 копейки. В Москве в эти минуты минус 7. Сегодня будет облачно, местами небольшой снег и гололидится. Температура воздуха днем минус 4, минус 6. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клименов, Говорит Москва. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Со вторника по пятницу после 10 утра Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». В эту среду в эфире военный эксперт Владислав Шурыгин. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиции» Сергей Хистанов. В эту среду после 15. Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я – врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 18 часов. Врачи и пациенты. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Право знать. Говорит Москва. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». 8.36 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Так работают. Подростки довольны. Что? Советский Союз продолжил. Не понял. На Украине все попустились. Как только запахло реально жареным, что Украина станет полем битвы и разменной монеты в большой игре, и Россия не собирается нападать, и экономику не надо шатать. Пишет спамбокс. Это да. Это да. Но мы, кстати, увидели, опять же, пока еще никаких гарантий. Запад нам ничего не дал письменно. Нет такого. Но мы увидели, что все слова Украины о том, что они 8 лет с нами реально воюют, это вранье. Это тоже уже результат. Я вот о результатах уже думаю. нашего запроса к американцам и НАТО. Первый результат. Мы увидели, что НАТО довольно хаотичная структура, которая не то чтобы торопится защищать разных своих членов. И некоторые члены НАТО прямо-таки сразу с поля боя уходят, не дожидаясь самого боя. Они говорят, лучшая война – это та, которую удалось избежать. И уходят сразу. Мы увидели, что за Украину никто умирать из НАТО вообще не собирается. Вообще, потому что она и не в НАТО. Мы увидели, что все то, что говорили украинские власти на протяжении 8 лет, а они говорили, что они воюют с Россией и отражают нашу военную агрессию, это вранье. Потому что как только запахло, причем запахло из Вашингтона, военной агрессией нашей, ну, из Вашингтона начали убеждать киевлян, что тут сейчас русские придут. Тут же, тут же поменялась тональность. Все. Да не, не придут. Да вы что, вы что? Да нет, нет, нет. Да мы знаем лучше. Да мы сами видим. Да нет, нет, никаких укреплений от границы нет. Я не то чтобы собираюсь убеждать сейчас всех на Украине, что у нас там, мы сейчас готовимся вас захватить. Нет. Ну, в том смысле, что как только появился намек на что-то подобное, как только американцы вам сказали, что, ребята, ну, завтра уже может быть в бой, как бы готовьтесь, все сразу поменялось. Все. Все. Надо договариваться, ждем нормандского формата. Вчера Зеленский говорит, рад буду поговорить в нормандском формате. И абсолютно гнетущая для всех, как я понимаю, кроме нас, тишина из России. Я имею в виду тишина на уровне нашего верховного главнокомандующего. Вы что-нибудь слышали, чтобы наш верховный главнокомандующий по этому поводу сказал где-то? Он как-то громко выступил. А выступил с обращением к нации вдруг. Нет. Я смотрю какие-то там, чем занимается сейчас наш верховный главнокомандующий. Где-то что-то там общается с детьми с какими-то, какие-то праздники. Где-то что-то встречает кому-то, что-то какие-то задания дает. Такая рабочая атмосфера, внутренняя повестка абсолютно. Где там эта Украина? Чего там с ней происходит вообще? Все. Лавров дал одно интервью после того, как они переговорили на самом-самом большом уровне. Он сказал, мы передали. И пускай они там думают. Все. Сергей Викторович. Тоже тишина. Вот. Сергей Кужегетович. Тишина полная. Министерство обороны. Мы проводим учения. Все. Что-то куда-то перемещаются. Самолеты какие-то летают. Что-то происходит. Ответы идут на уровне Песков. Пресс-секретарь президента. Он там говорит, что он считает нужным говорить. И, видимо, то, что нужно говорить. Ответы идут на уровне, ну, так скажем, руководителя регионов. Особо кто горячий. Вот хочется все-таки высказаться. Да, вот, например, Рамзан Кадыров горячо высказался. Ну, это правда. Он горячо высказался. Вот. Но и тут же Песков сказал, что это мнение Рамзана Ахматовича, как частного лица, скорее всего, там что-то вот это вот. У них там опять какие-то разногласия, видимо, немножечко терки. У них всегда какие-то информационные терки немножко, как мне кажется, у Пескова, значит, с Кадыровым. Они немножечко друг друга всегда уравновешивают в информпространстве. Но это ладно. Ну, естественно, Мария Захарова, естественно, потому что она вот отвечает на все эти вбросы из разряда СНН. Мы сегодня уже показывали. Русские танки в Харькове у СНН. Покажите еще раз. Русские танки в Харькове уже у СНН. Все, чтобы вы понимали уровень работы, да, журналистов зарубежных, американцев. Русские танки уже в Харькове. Более того, Харьков это Россия. Смотрите, Харьков, запятая, Россия. Все, мы уже присоединили Харьков по версии СНН. Все, на уровне, значит, у нас работают пресс-секретарей и официальных представителей. Вот, сейчас ответы идут туда, на этом уровне. У них Джо Байден выступает. Значит, министр обороны выступает. Ну, понятно, Блинкин, это уровень нашего Лаврова. Тоже все время что-то говорит, угрожает. Украинский президент записывает ролики в YouTube какие-то все время. Значит, о том, что не надо беспокоиться. Не надо. Не будет ничего. Мы знаем, мы знаем. А ему оттуда, вы ничего не знаете. Русские сейчас вот уже начнут войну. Из-за лужи им вещают. Да нет, да нет, да нет, да мы знаем, да мы, да нет. И он говорит, давай, в бой, в бой, Тарас, вперед. Да нет, да что ты говоришь, да не будут русские нападать. Но действительно мы не собираемся ни на кого нападать. Мы это прямо сказали один раз всем тупым. Специально сказали, прямо, два, кстати, раза, не один. Один раз сказали на уровне замминистра на иностранных дел, мы нападать не будем. Дебилы не услышали. Министр иностранных дел наш вынужден был сказать дебилам в лицо, сам мы нападать не будем. Все. Все, больше мы уже не можем это говорить постоянно, да. Каждый день вот это вот записывать ролики, это не наша стилистика. Тем более, Ютуб все равно все блокирует, что наши записывают, поэтому нет смысла. Каждый день одно и то же. Тебе не надоело, пишет Игорь. Игорь, вы что, дурак, я не понимаю. То есть вы бы вот, если бы мы представим, сейчас был бы промежуток времени от, там, не знаю, 41 по 45 год, и у нас были бы вести с полей, с фронтов. Вы бы говорили бы, тебе не надоело, расскажи что-нибудь другое. Вы не понимаете, что это единственная, самая важная на данный момент тема? Это тема войны и мира. Вы понимаете, что Джо Байден вчера говорит, прямо говорит, вот слушайте внимательно, Игорь, чтобы вы подключились эмоционально, что ли. Он говорит, вопрос, значит, обострения на Украине изменит мир. Изменит мир, Игорь, Игорь, изменит мир, говорит Джо Байден, не Вася Пропердыкин, понимаешь? Игорь, Джо Байден говорит, президент сверхдержавы, что вопрос Украины сейчас изменит мир, Игорь. Игорь, мы живем все на одной планете, ты понимаешь, нет? Вот, вот главный сейчас вопрос, Игорь. А ты говоришь мне, не устал ли я? Вообще не устал, Игорь. Не устал. И надеюсь, что мы не устанем никогда. Потому что если мы когда-то устанем, значит, скорее всего мы уже мертвы будем в этот момент. Очень устал. Поддерживаю, очень интересные и важные темы, намного лучше, чем про всякие тачки, спорт, разные сплетни, пишет Георгий. И я так считаю, Георгий, всякое интереснее, всякое интереснее. Слушайте, значит, за футболом смотреть нам интересно, вот какая команда кого победит. Но вообще-то, вообще-то, это искусственное все. Любой спорт, это искусственно просто созданное соревнование, искусственные правила и все. Здесь реально соревнование между державами, и мы, внимание, в этом соревновании играем далеко не последнюю роль. Мы выступаем в роли андердогов, а американцы в роли чемпионов. И мы выходим в ринг с американцами, дипломатические пока, слава богу, и с ними боксируем. Мы как, ну, украинцам, может, не понравится это сравнение, мы усик. Так, а они, как он там был, Джошуа, я не помню, как он там бил, вот это они, понимаете? Мы Макс Ферстаппен, а они Льюис Хэмилтон, понимаете или нет? Не понимаете? Ну, ладно. Не понимаете, так не понимаете. Мы вроде как имеем мало шансов на эту победу над американцами, мало шансов. Поэтому нам надо быть крайне сосредоточенными и выверять каждый шаг и действовать очень четко и продуманно. Иначе просто... и все. Вот так вот как-то. Ну, примерно. Понимаете? Вы смотрели последнюю гонку сезона в Формуле-1? Вы видели, за какие секунды, за последний круг Макс Ферстаппен вырвал победу у Льюиса Хэмилтона? Последний круг. И вот мы сейчас эту гонку и едем. И мы сейчас Макс Ферстаппен, чтобы было понятно. Поэтому мы не знаем, разобьется ли там Латифи или не разобьется. Может разобьется, может не разобьется. Может Масси уберет поискар, а может и не уберет, а может и не уберет, не знаем мы. Ставки высокие, друзья. Это вам не спорт. Да? И тут бы должна быть реклама. Ставки на спорт! Большие... Ну, вы поняли, да? Но нет, мы такого не делаем. Мы такого не делаем. Хотя один мой знакомый, я поржал. Он прислал видео. Он сделал какую-то программу про спорт. Значит, вы в Ютубе. И там вот я просто включаю это видео, и у него везде, везде название вот этой какой-то букмекерской компании. Везде. На столе, на стене, на майке, на груди у него. Я ему пишу, а что ты на лоб себе татуировку не сделал? А она еще желтая такая, вот название желтая сама по себе. Я говорю, желтую просто татуировку на лоб себе. Хлопни. Ну, это же спонсоры. Я говорю, ну понятно, а что? Ты, конечно, вообще молодец. Ну, не все любят Формулу-1. У нас в основном футбол и редко хоккей пишут Ники. Ну, я Ники как могу по аналогии провожу. К сожалению, из хоккея, из футбола я аналогию... Ну, хорошо. Ну, вот, чемпионат мира, и мы играем с испанцами, понимаете? Да, все говорят, испанцы нас сейчас хлопнут. И очевиднейшим образом они и должны нас хлопнуть. Но мы вдруг их побеждаем. А дальше у нас несколько дней эйфории. Все. Нам уже дальше вообще все равно, что будет в мире происходить. Мы радуемся. Ходим по Москве и... Вот это вот делаем. Когда голос пропадает, да? Счастливые все какие-то. Какие-то женщины отдаются в парке новым иностранцам на лавочках. Ну, вот такая ситуация в этот момент происходит, да? Мы пьяные. С принадлежностью Харькова была просто ошибка. Журналистики, которую сразу исправили. Но в то же время на сайте Олимпийских игр в Токио Крым обозначен границами Украины. Странно, что в Токио Олимпийские игры. Потому что Токио это же вроде как не Китай. Или по данным CNN Токио это уже Китай. Коля, что происходит? Николай, вы мне написали об этом? Проблема в том, что Хэмилтон уже выиграл 9 титулов, а мы ничего. Тот задел, что был со временем СССР, и тот слили, пишет Артем. Но не 9 он выиграл, а 7. И у него был шанс стать восьмым, восьмикратным. Но восьмикратным он не стал. И знаете, из-за кого? Из-за Максимки. Максимка его срубил, понимаете? Вот мы должны быть как Максимка. Мы сейчас должны быть как Максимка. Не надо восьмикратным давать становиться американцам. Все. Надо немножечко поджать их. Поджать немножечко. По логике, конечно, конечно. В принципе, Мерседес должен соревноваться с Феррари. Мы это понимаем в Формуле 1. По логике. Но Феррари что-то где-то занимаются другими вещами какими-то. Феррари это Китай. Потом они себя еще проявят. Это мы понимаем. Но это позже. Может быть, они выйдут на какую-то суперчемпионскую серию из 7, 8, 10 побед подряд. Это потом. Мы чисто как Рэдбул. Мы такие вот. Понимаете? Черный лебедь, белый конь, белый орел. Каков будет наш ответ на отказ дать гарантии? Пишет Смекаешь. Ну, ваш, Смекаешь, ответ никакой не будет. Это мы знаем. Потому что вы же пораженец, по сути, своей. Вы же давно нам пишете. Я же слежу за всеми сообщениями. У меня память еще хорошая. Вы пораженец. Ваш ответ всегда будет такой. Что там плохо? Зачем мы это сделали? Надо было сразу сдаться. Скорее бы американцы нас захватили. Тогда начнем жить как в Америке. Ну, чисто такой. Ельциноид я бы это назвал. Ну, ладно, Ельциноид не будем. Это обидно. Последователи идей Ельцина. Демократические идеи Ельцина. Вот так вот. Мы, кстати, получше амеров. Французы, немцы. И это на своей территории. Они только на чужое подключаются, когда уже понятно. Пабло Эскобар говорит. Что-то многовато нелепых комментариев от слушателей в эфире. Базы не хватает, пишет Сергей. Сергей, вот ваш зато лепый был сейчас комментарий. Вы тоже это. Когда критикуете других слушателей, не забывайте, что после этого нужно еще что-то от себя по теме добавить. Потому что, как бы, критиковать других это очень хорошо. И интересно. Ну, надо же еще что-то по теме добавить. «Леха, ты сдался?» Мне говорят. Начиная с буквы «З» слово. «Да, я, знаете ли, сдался в желании подарить вам словарь». Я сдаюсь. Думаю, что вы сами должны его купить. «Мы усик, а не телепузик», пишет Роман. «А уже признаем Донбасс и дальше больше», пишет Павел. Павел, есть у меня одна идея. Я сейчас с вами поделюсь. А вы мне скажете. Я думаю, что последний шанс украинской власти удержаться на Украине хоть как-то, хоть под каким-то соусом и видом, а украинская власть это американцы, на самом деле, в данный момент, это развязать войну. Потому что, если эта война не будет ими развязана, дальше социальные проблемы будут еще больше, экономические проблемы будут еще больше, и рано или поздно, рано или поздно, скорее всего, рано, все равно появится на Украине человек, который скажет «Эть! Эть! Средные Украины!» Там кто там? «Ляхи!» «Ну что, помогли тебе твои ляхи!» И начнет изгонять ляхов активно. Ну, или там «Пиндосов», да, вот это вот сейчас новое слово «Пиндосы». Ну, как новое, относительно новое. Вот начнут изгонять американцев они. Так же активно. Может быть, даже активнее, чем изгоняли, как изгоняли нас. Вот один, Вадим, будет. Но это потом. И сейчас, чтобы окончательно закрепить статус врага в виде России и агрессора, надо доказать это только войной и закрепить это все большой, хорошей такой, в кавычках, хорошей кровью. Если не получится, украинцы сами как к тлуху захавывают свое правительство. Я так думаю. Потому что 8 лет прошло, а где цветущие сады? А цветущих садов как не было, так и нет. И внимания не предвидится. Была робкая надежда, что все вместе сейчас придут все НАТО, Украина и хлопнут Россию в одночасье. Ну, поняли, да, и будут кататься на Абрамсах по Тверской. Вот это все веселье. Раздавать нам тушенку, как обещано, да, я все жду эту. Вот, значит, тушенку раздавать гуманитарную. Там некоторые умершие и воскресшие псевдожурналисты. Ну, не суть. Вот они вот так вот думали. Она-то сказала, сами. Э, сами, давай. Опа! Хо-хо-хо! Интересно, интересно! И говорят русские, только посмейте. Мы вам не дадим потом денег немножко заберем у вас слегка экономику вашу немножко пошатнем. Процентов на 30. Поняли, русские? А-а-а! Вот так вот. И мы такие, че происходит? Вообще психи, что ли? Они прям натурально думают, что мы тут, что, от голода умираем или как? Или мы-то думали, если вдруг что сейчас начнется, то ядерная война. А нам говорят, да нет, будут санкции, кстати, которые просто ФРГ попросили, немцы попросили. Они не затронут энергетический сектор. Не затронут энергетический сектор? А какой сектор вы еще хотите затронуть в таком случае? Какой, какой, ну и сектор, как хотите у нас затронуть? Может быть, цифровые технологии затронуть этот сектор? Вы заблокируете нам цифровые технологии? Может быть, военные технологии? Только они у нас свои. Только они у нас свои. У вас гиперзвука нет, у нас-то он есть. Какие нам нужны технологии военные от вас? Если у нас гиперзвук есть, а у вас его нет. Мы по технологиям военным впереди вас. Ну, че, 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 че вы предлагаете блокировать тогда? мы сделаем так что вы не сможете покупать доллар и обращать а вы уже его продали давно уже он резервы наши посмотрите они не долларовые пока все до свидания чаще какие еще варианты мы навсегда устроим скажите джо вы ведете санкции против путина да а он нападет на украину посмотрим посмотрим то есть вот так вот натурально десятки миллионов людей на украине сейчас такие сидят и ну они же как надеялись я так понимаю ну не все десятки некоторые десятки миллионов надеются что россия скорее бы уже забрала назад все что могла забрать и уже бы жили спокойно да но есть люди которые такие сейчас за границей нам поможет им джо байден говорит ну я веду санкции лично против путина вот а он нападет на украину ну посмотрим да поглядим чё как ну как вы там это пока вы понимаете как бы просто из вашингтона наблюдать за этим гораздо проще я понимаю чем например из харькова да или например из киева или например из львова там-то я так понимаю уже под бамбливает у людей раз выходит президент их и говорит что ну шо паникуете но не паникуете там гривна сейчас меняется на доллар и евро только в путь там прорабатываются пути отъезда в польшу россию куда угодно вообще просто там флаги снимаются одни вешаются другие а ничего еще и не происходило даже близко еще ничего не произошло еще никуда никто не пошел пока пошли только в словах и мечтах американцев куда-то русские мы вообще занимаемся своими делами у нас никаких заявлений на высшем уровне дополнительных нет мы ждем ответов американцев а у людей там уже все там уже советники зеленского говорят но я вот так вот долго долго рассказывал о том как мы разорвем россию в крыму но потом понял что нам зеленским не по пути это я просто переиначиваю арестовича это персонаж супер вообще и ну все я ухожу из офиса президента и исчез из информ пространства я так понимаю он уже где-нибудь новой зеландии все просто чтобы если что не дай бог ни в коем случае никогда не приближаться не то что к окопу а к украине которая находится в этом положении вообще не приближаться к континенту на котором если что будет нечто подобное происходить вот и в че-то у меня ощущение что он прям в новой зеландии сидит часы на помнишь обещал я был дело русских разорвать что так он спокойный тролль был конкретно очень интересная его судьба дальнейшая очень интересно но слинял первым вот прям ровно та крыса которая прямо ломанулась жестко сразу прям усвистал а чё усвистал давай автомат бери вперед воюй ты же обещал россии за украины рискует получить жесткие санкции а при этом некоторые до сих пор извлекают выгоду из торговли с ней непонятно пишет 386 да все понятно рисуешь что я же вам говорю капитализм капитализм все всегда извлекают выгоду вы поймите запад хочет вести санкции против россии обвинив россию в том что она будет идти там с агрессии на украину при этом запад же хочет получить российский газ дешевый и бесперебойный от россии поэтому фрг говорит да да санкции должны быть ужасными но не затрагивающими энергетический сектор вы понимаете о чем идет речь эту информацию нужно на самом деле доносить не до нас не до немцев не до американцев до украинцев украинцы вы всего лишь навсего разменная монета в игре запада с россией . разменная мать натурально ваша жизнь жизнь ваших близких ваша семья это просто разменная монета это предмет торга это один из доводов в торговле между капиталистическими странами за влияние на определенные ресурсы поняли вас брали под себя американцы не для того чтобы за вас умереть вас брали американцы под себя чтобы с нас как можно больше выторговать вот какая задача не вы а мы их цель а а вы инструмент как известно инструмент не может жить лучше хозяина этого инструмента вот вы инструмент причем инструмент за который никто и никогда не будет умирать да неприятно будет его выронить из рук или кто-нибудь отнимет вытащит из рук но в целом от этого ты не умрешь ну потерял инструмент один взял другой в руки но умерли американцы от того что вышли из афганистана нет не вообще удар по имиджу мало ли этих ударов по имиджу происходило в истории разных великих государств их полно было этих ударов по имиджу еще будет полно но эта проблема афганистана они америки так же как и проблема украины это проблемы украины а америка просто использует умело эти проблемы себе во благо капитализм чё говорить 9 00 новости внимание внимание говорит москва в москве девять утра в студии филипп клеменов здравствуйте власти москвы призвали горожан на две-три недели отложить плановые походы в поликлинику причиной ситуации с к вид 19 как сообщает официальный сайт столичного департамента здравоохранения с учетом особенности омикрона основная нагрузка ложится на амбулаторное звено именно поликлиника обеспечивает лечение более 90 процентов заболевших ковид-19 и орви в красноярском крае обязали студентов вакцинироваться от ковид-19 постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону дмитрий горяев цитата в перечне отдельных групп граждан подлежащих вакцинации внесены обучающиеся в профессиональных образовательных и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет говорится в телеграм-канале краевого управления роспотребнадзора согласно постановлению до 15 марта сделать прививку должны не менее 80 процентов студентов россия начала переброску су-35s в белоруссию многоцелевые истребители вкс будут находиться в республике в рамках проверки сил реагирования союзного государства как сообщили в минобороны россии она пройдет в два этапа до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск на территории белоруссии после чего организует охрану и оборону важных государственных и военных объектов а также госграницы во время второго этапа проверки с 10 по 20 февраля пройдет совместное учение союзная решимость 2022 мвд россия предложила четыре вида убежища для иностранцев министерство разработало законопроект о статусе беженца временной защите временном и политическом убежище беженцами планируется признавать граждан которые на родине могут стать жертвой преследований по расам религиозным и другим причинам сообщает тасс временное убежище сроком на один год могут предоставлять иностранцам из гуманных соображений при угрозе в стране гражданства стать жертвой пыток или иных жестоких и унижающих достоинства видов наказания в том числе лишений жизни продлевать этот статус можно будет не более двух раз подряд политическое убежище предусмотрено для предоставления иностранному гражданину который ищет защиту от преследования или реальной угрозы в своей стране за общественно политическую деятельность и убеждения не противоречущее конституции россии нормам и принципам международного права статус временной защиты иностранным гражданам предоставляется при соответствии критериям предоставления статуса беженца или временного убежища в случаях их экстренного массового прибытия в россию полномочиями предоставлять или лишать статуса беженца временного в убежище и временной защиты, планируется наделить территориальные органы МВД. СНН назвал Харьков российским городом. Американский телеканал допустил ошибку в сюжете о российских военных учениях. Ролик показали в прямом эфире телеканалы перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В правом верхнем углу экрана была надпись «Харьков, Россия», которую телеканал обозначил, по его мнению, место проведения учений Вооруженных сил России. Харьков – второй по численности населения город Украины, административный центр одноименной Харьковской области. Россия ранее неоднократно опровергала беспочвенные спекуляции на тему якобы возможного вторжения на Украину. Далее. Валюции и погоде. Официальный курс доллара на сегодня 78,64 рубля, евро 88,93 рубля. В Москве в эти минуты минус 7. Сегодня будет облачно, местами небольшой снег и гололедица. Температура воздуха днем минус 4, минус 6. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, Говорит Москва. Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Вступайте в закрытый клуб Анастасии Аношко. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Со вторника по пятницу после 8 вечера в закрытом клубе. Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. Каждую среду после 9 вечера в программе Вадима Кожаного «Неграждане». Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Каждую субботу после 14 часов. Дом культуры Леонида Володарского. Говорит Москва. 94,8. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Среда. Январь. День 26-й. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Искренне стыдно за Украину. Но вот некоторые там всегда такими были. Еще в Союзе, когда я служил в армии, пишет Древоколор. Скользкие, как угри. Извиваются, но не признают, если не правы. Ой, Древоколор. Ладно. Сейчас самый момент обратиться на официальном уровне к украинской нации с предложениями объединиться, активно поддержать пророссийские силы, пообещать равные условия и будет нам всем счастье, пишет Финист. Нет, Финист, у меня идея другая. А идея у меня такая. Сейчас надо обращаться к украинской нации с такими примерно вещами. Уважаемые украинцы, вы видите, что вас бросают? Вы видите, что вас использовали? Вы видите, что 8 лет вам врали, что вы воевали с Россией? Вы видите, что вас просто используют? Хотите дальше? Пожалуйста. Не хотите, помните, что только одна страна, ну не одна, две, как минимум, всегда была готова отдавать жизни за Украину. И никогда, никогда Украину не бросала. Это была Россия и Белоруссия. В целом, это всегда была большая Россия, Российская империя, Советский Союз. Никогда не бросала Украину. Никогда вообще. Потому что было равносильно бросить самих себя. Вот примерно так. Помните просто об этом, что русские люди за Киев умирали. А американские за Киев и хорватские за Киев и немецкие за Киев умирать не будут. Не будут. Вот и все. Цена вашей дружбы с ними, это железячки, которые они вам закинули, чтобы вы с ними в руках, в ногах, в голове бежали убивать русских. И умирали в этом бою, отважном, в кавычках. А цена нашей дружбы, это жизни тех людей, которые были отданы за освобождение Украины много от кого из Европы. Я даже перечислять не буду всех. Вот так. Если вдруг вы хотите изменить ситуацию, вам нужно самим освободиться от того гнета, который сейчас происходит у вас в стране. От тех подонков, которые засели у вас во власти. От этой грязи националистической, которая все переиначила в вашей стране, которая попрала вашу веру, язык, культуру и вообще превратила вас в непонятное нечто злобное, которое на самом деле не способно ни к чему, но при этом заявляет до последнего, что способна хоть на что-то. Вот вам этих персонажей надо всех скинуть. Это первое. Второе. После того, как вы наведете порядок в этом вопросе, прийти к нам и попросить. С покаянием. Как вам такое? Были неправы, что так долго не скидывали эту мразь. Все прекрасно понимали. Не было возможности. В какой-то момент, значит, упустили страну. Такое бывает. Я более чем уверен, что все в России примут такую Украину с распростертыми объятиями во все возможные союзы, в какие только можно принять. У ДКБ, СНГ, СССР, Российская империя. Какая вообще разница, как это называется? Разницы вообще никакой нет. Все будут очень рады. Но никогда Россия не будет рада бандеровской мрази. Это абсолютно четко, понятно, и это определяющий момент в принципе. Никогда Россия не будет рада бандеровской мрази. Никогда. Это невозможно. Все. На генном уровне мы эту мразь принять не можем никак. Это невозможно. Все. Это называется наплевать на все те 27 миллионов погибших в нашей стране во время Второй мировой войны или Великой Отечественной для нас. Мы не можем этого сделать, к сожалению. Для вас. К сожалению, ваш сценарий не очень реалистичен. Проблема в том, что их 8 лет зомбируют, будто Россия враг, а сейчас там реально очень многие в это верят и готовы идти воевать, если что. Вот как их переубеждать, пишет Георгий. Георгий, да не готовы никуда идти, никто воевать. Чепуха это все. Чепуха. Некоторые зомбированные психи, так они всегда были эти зомбированные психи. Ну, слушайте, а кто стоял и кричал, кто не скачет от Москвы, москаляку на геляку, это были не зомбированные психи, что ли? Или вы, может быть, все украинцы кричали москаляку на геляку? Ну, нет. Только вот эти. Вот они всегда есть в каком-то проценте, которые все на геляку нас собираются отправить. Которые рассказывают, что они там пирамиды строили. Которые рассказывают, что... Ну, что-то только они не рассказывают. Придумывают названия себе какие-нибудь. Русь-Украина. Потом бегут с тонущего корабля. Вот это все вместе взятое. Это они всегда были и всегда будут. Вопрос, какое место они занимают в обществе. Сейчас, к сожалению, они занимают место элиты. Украинской. Политической, как минимум. Вот так. Опять вечный гений Гоголь. Но что, сынку, помогли тебе твои янки? Пишет Эдмон. Эти прогуны и есть бандеровцы. Пишет Ники. Правильно, Ники. Эти прогуны и есть бандеровцы. Это абсолютный факт. Это абсолютная правда. Ну, еще есть коллаборационисты. Ситуативные, которые, собственно, влетели в ситуацию, которую они не управляли, управлять не будут. И просто пляшут под дудку. Это, например, нынешний президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Без всяких обид. Да? Мы же прекрасно понимаем, что Владимир Александрович никогда не контролировал и не будет контролировать внутреннюю и внешнюю политическую повестку Украины. Владимир Александрович сейчас вынужден записывать видеоролики о том, что Россия не собирается нападать и успокойтесь все. А из Вашингтона ему мягко намекают, что он просто плохо разбирается в ситуации и на самом деле Россия будет нападать. Мягко подсказывает, что пришло время Владимира Александровича платить по счетам жизнями украинцев и русских. Так, пора развязывать войну, говорят ему Владимир Александрович. Берите это на себя. А он изображает изо всех сил, что он этого делать не будет, этой войны не будет, этого всего не будет. Конечно же, Владимир Александрович хотелось посидеть, да, красиво, триумфально несколько лет, потом уйти спокойно себе в отставку, да, быть экс-президентом Украины, зашибать огромные деньги на любом корпоративе и ведении любых программ, потому что, ну, все-таки президент перед нами выступает бывший. А тут ситуация совершенно иная. Тут говорят, Владимир Александрович, бери на себя ответственность за войну. И не псевдо-войну в интернете, в комментариях, на ютюбе с Россией, а настоящую. Иди, говорит Александрович, воюй, вот тебе винтовка. Александрович понимает, что потом в случае такого поведения его, судьба его будет незавидная. И все. И квартирка на Беккер-стрит никому не пригодится абсолютно. Потому что найдут, потому что достанут Владимира Александровича, да. Потому что не любят таких людей, которые развязывают войны. Поэтому, конечно, Владимир Александрович сейчас пытается уйти от этого. Не как умный, он не умный. Он пытается уйти от этого, как человек, который не соответствует собственной роли. Да? Ну что, Голобородька, какие ощущения? Как роль? Готов, не готов пожертвовать людьми? Готов убивать в этой войне братоубийственные русских и украинцев? Готов кровь пролить? Не подлянский как-то там, заподлянский даже бы так сказал. Да, подло, гнусно стрелять по старикам и детям со своей стороны, которые гибнут. Вот в Донбассе дети. А по-настоящему готов? Не готов. Потому что не хочется. Потому что хочется красиво тусоваться. Потому что хочется сидеть, улыбаться в Белом доме. Хочется с хрипотцой записывать видеозаписи, какой-то уверенный. В какой-то мере, в мере, там, не знаю, пародируя Путина, есть такой момент. В какой-то мере пародируя Джо Байдена, в какой-то мере еще кого-нибудь, какого-нибудь героя собственного фильма пародируя. Правильно? А когда реальность касается тебя, когда вот это холодное дыхание, да, за спиной вдруг чувствуется, оно, конечно, неприятно, я понимаю. Но зачем было лезть туда? Вот вопрос. А я скажу, зачем. Амбиции запредельные, да? Очень хотелось тусоваться красиво. Как в известном фильме, вот цитата. Тусоваться красиво хотелось. Президентом быть хотелось. Золотой мальчик, да? Ну, хорошо, удачи. Удачи не лох, как говорится. Сам же сказал, что не лох. Удачи не лох. Все. Спасай теперь, как хочешь, ситуацию. Потому что американцы говорят, что война будет. И уже придумали санкции. И уже готовы их вести против России. Говорят, что идет обострение. Говорят, что Россия будет нападать с территории Белоруссии. Ну, что, Владимир Александрович, в добрый путь? Земля вам пухом, что ли, или что? Земля нам всем пухом, что ли? Владимир Александрович. А заднюю ты не дашь, наверное, да, там, в коридорах тесно. Опереться не на кого, да? Все каналы оппозиционные, Владимир Александрович, ну, не то чтобы оппозиционные, а выражающие хоть какую-то другую точку зрения, закрыл, да? Всех реальных оппозиционеров изничтожил. Против тех, кто высказывал хоть какую-то другую точку зрения, завел уголовные дела, рассажал по тюрьмам их, да, преследуешь. Владимир Александрович, Владимир Александрович, остались только вы, американцы и националисты. Вот и вся украинская элита. Вы, американцы и националисты. Националисты вас на ремни порежут, если вы снизите градус риторики. Американцы вас, они своего президента убили. И ни одного. Уж украинского-то они точно не пожалеют, да? К русским бы бежать сейчас. Да поздно, да и не на кого, да и через кого вообще это сообщение передать? Всех же посадили. Через кого можно было, а? Через СМИ? В СМИ нельзя. Не дойдет потом до кабинета. Я же говорю, ну Джона Кеннеди убили, убили. Да? Ну, убили, американского президента убили. Все на видео сняли. Ну вы чего? Украинского, что ли, не убьют, если он не туда пойдет? Лего-ко. Лего-ко. Учитывая то, что Киев весь контролируется. Абсолютно весь американцами и их спецслужбами. Все это знают. Все это знают. Что в Киеве, что за его пределами. Все. Сидит вот так на ладошке Владимир Александрович у американцев. И они ему говорят, говори. А он говорит, не хочу, не хочу. Он говорит, надо, 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 надо. И как только Владимир Александрович скажет. НИ! Вот так вот. И Порошенко на место на его поставит. А тот заднюю не даст. Тот похоронит русских украинцев вообще легко. Без проблем. У того вообще ничего не дрогнет. Он только ждет. Он уже себя показал в 15-м году и так далее. Только дайте. Вот. Он уже готов. Он уже поет гимн в суде. Он уже игнорирует там, значит, какой-то вызовы на допрос. Он готов. Он здесь сидит и ждет. Все. Как новая вот эта вот волна. На фоне. Ага! Это русские убили Зеленского. Русские. По-любому же русские. Что вы думаете? После этого кто-то скажет, что мы его сами хлопнули, потому что он нам не хотел воевать. Все. И тут же, конечно же, вот он. Вот он, спаситель нации. Вот он. И вперед, вперед. Прекрасный план, мне кажется. А, Владимир Александрович тоже ведь это понимает. Правда, Владимир Александрович? Да. Это мы еще не вспоминаем, кто стрелял по вашему помощнику, да, там водителя что-то убивал. Помните, было дело? Может, Владимир Александрович, это намек был? А-а-а. Мы просто не очень разбираемся в ваших внутренних этих терках. Может, намек был? Думаете, Порошенко за этим туда послали? А зачем Панк 13-й? А зачем нужен там Порошенко? Что такое Порошенко? Кто такой Порошенко? Зачем он вообще нужен, кроме того, чтобы радикализировать ситуацию? Это план Б. Если дрогнет тот, кто стоит сейчас на том месте, на котором стоит. Давайте просто. Американцам важно Порошенко или Зеленский, президент Украины. Вообще без разницы. И Порошенко радикализирует повестку, чтобы показать радикалам, которые сегодня элита, и американцам, которые сегодня элита на Украине, что он им лучше подходит, чем Зеленский. Зеленский теперь должен показать, что он лучше подходит. Но Зеленский, развязавший войну, понимает, что кирдык ему. Кирдык ему. Это все все понимают. И он не хочет на себя это брать. И он... Не знаю, успокойтесь. Не покупайте, не продавайте. Данилову там уже приказ дали. Уже тоже. Да нет, все нормально. Это все нормально. Ага. Вот так вот она, когда пахнет-то жареным по-настоящему. И, поверьте мне, я не радуюсь этой ситуации. И не то, чтобы я вот злорадствую сижу. Просто очевиднейшим образом подтверждаются все эти вещи, которые мы с вами обговаривали. Вещи простые. Первое. Украина не воевала 8 лет с Россией. Потому что если бы она 8 лет воевала с Россией, она бы не воевала 8 лет с Россией. Там вообще было бы неуместно слово лет. Это первое. Второе. Зеленский, несамостоятельная фигура, не способная ни на что, зажатая со всех сторон изначально. Это просто актер. Это просто актер. Лицо. Все. Не более того. Ситуацию политически, экономически, социально и как угодно на Украине контролируют американцы. Это тоже факт. Все это прекрасно знают. И сегодня Украину хотят отправить на заклание. Все. Этого Агнца вскармливали для того, чтобы его в определенный момент забить. Вот сегодня настает то время, когда его хотят забить. Забивать своими руками его не будут. Зачем? Забить его надо руками России. Почему? Ну, чтобы потом сказать, что у России по локоть в крови эти самые руки. И еще тысячу лет рассказывать, какие угнетатели русские по отношению к украинцам. Вот и все. Вот и все. Такая вот ситуация. Было бы, конечно, интересно, если бы сейчас каким-то образом Зеленский или кто-то еще из украинских политиков смог бы переначить эту ситуацию. Но я очень сильно сомневаюсь, что-нибудь что-то может быть. Американцы в затылок президента Украины произносят слова из песни «Круга». Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти, Русь тебе. Спасибо большое. К9 за веселую нотку. Веселая нотка. У меня не веселая нотка. Надо все-таки немножечко, да, чтобы... А то все расстроятся очень сильно. Ну, чего, считаете, прав я, не прав? Картинку расписал, правильную, неправильную? Или где-то ошибся, может быть? А главное, Зеленскому и свалить некуда. Израиль не пустит, в России ни Камильфо, западу нафиг не нужен. Чувак попал по полной, пишет Негора. А может нам не нападать, разрушить планы американцев, пишет Смекаешь. Смекаешь, я вам больше скажу, мы не собираемся нападать. Затея сейчас такая. Украина должна пойти завоевывать Донбасс. А мы вынуждены будем включиться в эту историю, потому что там очень-очень-очень много граждан России, которые получили российские паспорта. Затея сейчас состоит в том, чтобы Россия не соблюдала никакие минские соглашения... Украина не соблюдала никакие минские соглашения и рванула в Донбасс. А мы его стали защищать. Вот в чем затея американская. А дальше, ну, поглядим. Поэтому Джо Байден изначально оговорился, что Россия, если немножечко захватит Украину, одни санкции. А если сильно захватит Украину, другие санкции. Все прекрасно понимают, что и в этом раскладе Россия что-то да захватит. Правда, потом Джо Байден и все остальные исправили сначала Джо Байден, потом он сам себя исправил. Значит, не-не-не-не, санкции будут одинаковые. Много ли захватит там Россия? Мало ли захватит? Ну, в нашем случае освободит, конечно, мы будем говорить, да? Они захватят. Это для них, они говорят, освободит. От захватчиков как раз таки. Ну, вы поняли. Логика такая. Логика подтолкнуть Украину к войне и обвинить в этом начале этой войны, конечно же, Россию. В этом логика. В этом смысл. В этом вся суть. Поэтому, вы говорите, может, нам не развязывать. Мы и не развязываем. Нам и не надо. У нас нет с этого, как это, профит называется сейчас. Ну, у нас гешефта нет. У нас от этого пользы никакой. Нам зачем захватить Украину сейчас в данный момент? Чтобы что? Можете себе представить, сколько там людей с промытыми головами сидят? Им сначала самостоятельно надо отрезветь. Это такой процесс долгий, на самом деле. Самостоятельно отрезветь им предстоит. Если их сейчас взять, я не знаю, там, сколько... Что делать-то придется? Вы представляете? Ну, там же есть, ну, абсолютно с промытыми головами люди. И бандиты, и все что угодно. И оружия полно в этой стране. Зачем их куда-то брать? Нас к этому толкают. Толкают через Украину. Понимают, потому что Россию... Ну, никак. Вот 8 лет они пытались нас втянуть в этот конфликт по-настоящему. У них не получалось. Они поняли, что толкать с этой стороны не получается. Мы все понимаем. Мы знаем все. Мы все понимаем. Мы знаем все риски. Мы сидим себе, окопались. Вот, Крым наш. Поддержка гуманитарная Донбассу. Вот так вот сели и... И сидим. И нам все время... Давай, американцы. Пам! Нам по щечину. Хоп. Иди, выходи, выходи. Мы нет. Не-не, мы здесь сидим. Мы здесь сидим. А мы здесь. А мы в домике. А мы в домике. Ну, я объясняю, конечно, по-детски. Но вот сейчас, в данный момент. Но это зато понятно, наверное, всем будет. Мы в домике. Мы сидим. Все, мы никуда. А может Берлин? А это? А? Берлин, а? А это? Нет, нет. А что, может Прибалтика хочешь? А? Прибалтика хочешь? Да, эй. Хочешь Прибалтика же, что сидишь? Нет, не хочу Прибалтику. Казахстан хочешь? Эй. Эй. Бери. Не хочу. А Белоруссию хочешь взять, да? Хочешь Минск? Бери. Нет, не хочу. А что ты хочешь? А ничего не хочу. А я все взял, что мне надо было. А у меня все есть. А у меня все есть. Я вот сижу на своей земле. Что тебе надо? Угу. Значит, не будешь брать? Нет, не буду брать. Ну, посмотрим. И тут же в Киев, и Киев. Ну, что? Ростов надо брать. А? Пора. Пора. Пора давай. А? Вот что делают американцы. Надо, надо. Ты че? Ты че? Ты че? Ты сейчас не пойдешь. Они пойдут. Ты же понимаешь? Они пойдут. Вон они готовятся. Смотри. Уже, уже. Он кулак, он он сжал. Кулак. Ты видишь, кулак сжал? Нам вроде не сжал. Да сжал он тебе по морде даст. Смотри, он замахивается. Да он стоит просто как... Да замахивается, я тебе говорю. Ой, почему-то стал говорить с этим акцентом. Промывают конкретно. Я с женой русские, а вот мои дети, которые живут на Украине по национальности украинцы. Это вообще как, пишет Котопес. А это так, Котопес. Это результат коренизации и украинизации, производимой в Советском Союзе. Как бы, на всякий случай, украинец... Ну, сейчас это обидно для украинцев будет некоторых, которые считают иначе. Но все-таки украинец от украинец, живущий на окраине. Окраина чего? Украина чего? Чего-то такого большого, которое называется, наверное, поскольку это окраина этого, наверное, называется это Россия. Правильно, Российская империя в частности. Украина, то бишь окраина, и все филологи вам подтвердят, что этимология слова «Украина» ровно такая и есть, а не какая другая. Окраина Российской империи. Приграничные территории. Чуть конкретизируем. Называлась в составе Российской империи в основном, как бы, Малороссия. Ну, или Украина, как окраина. Приграничные территории. С кем приграничные, сказать? Сказать, сказать с поляками. С поляками. Дея 30 новости. Внимание, внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. В Москве 9.30 в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Минздрав подготовил памятку для граждан с бессимптомной или легкой формой COVID-19. Она содержит несколько групп рекомендаций, а также отдельный блок для детей. В частности, ведомство рекомендует непривитым от коронавируса при любых симптомах ОРВ оставаться дома и позвонить на горячую линию 122 или в поликлинику. Сделать это нужно вне зависимости от результатов ПЦР-тестов. При ухудшении состояния следует вызвать скорую помощь. Минздрав призывает граждан при COVID-19 не принимать самостоятельные антибиотики, которые могут назначать больному только врачи. В памятке также говорится, что привитым или переболевшим COVID-19 менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечения не требуется. Генпрокуратура признала нежелательной польскую организацию WhatFoundation. Как сообщает сайт ведомства, информация направлена в Минюст. Министерство должно внести сведения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. В Генпрокуратуре заявили, что работа WhatFoundation представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности нашей страны. В США заявили о поиске альтернативы российскому газу. Но в Европе Вашингтон ведет переговоры с крупными компаниями для возможного перенаправления поставок в случае эскалации ситуации на Украине. Как сообщил источник Reuters, треть газа, получаемого Евросоюзом, приходится на Россию. Собеседник агентства отметил, что любые перебои осложнят существующий энергетический кризис. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявил журналистам, что США ищут альтернативные источники газа для Европы. Россия ранее неоднократно опровергала беспочвенные спекуляции на тему якобы возможного вторжения на Украину. Производители предупредили о подорожании детского питания. В феврале рост цен может составить 15,5%. Причины – удорожание сырья, логистики и компонентов упаковки. Как сообщает газета «Коммерсант», крупнейший игрок в сегменте «Прогресс» – это бренд фрута «Няня» – с долей более 30% рынка уведомил сети о повышении цен. В компании рассказали, что стоимость фруктовых концентраций в среднем выросла на 26%, свежие замороженные фрукты и овощи подорожали на 30%, молочное сырье – на 20%, гречка, овес и рис – на 19%. Также более чем вдвое выросла стоимость жестяных крышек. Цены на картон и гофр увеличились на 50%, алюминия и пластика – на 25-100%. В Минцельхозе заявили, что для стивилизации цен ведомство системно работает над стимулированием роста сырья для детского питания, поскольку предприятиям приходится работать в условиях роста и сдержек. Далее, в валюте и погоде. Курс доллара на сегодня – 78,64 рубля, евро – 88,93 рубля. В Москве в эти минуты минус 7, сегодня будет облачно, местами небольшой снег и гололедится. Температура воздуха днем – минус 4, минус 6. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеймёнов, Говорит Москва. Говорит Москва. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Со вторника по пятницу после 10 утра эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». В эту среду в эфире военный эксперт Владислав Шурыгин. Гаврила Принцип в 2014 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после девяти вечера. «Дело Принципа». Какой видится история России и мира с берегов Невы? Узнайте об этом из цикла авторских программ петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. Каждое воскресенье после пятнадцати часов. «Виват. История». Говоритмосква.ру Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфиров сеть и обратно. Говоритмосква.ру По вопросу размещения рекламы на сайте звоните. 950-6226. Код 495. Говоритмосква. Смотрите трансляцию программы на ютуб-канале «Говоритмосква». 9.35 в Москве. Традиостанция «Говоритмосква». 94,8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Гудошников может говорить... Голосом чеченца, украинца, казаха, чуваша, арестанта, гудошников, галкин, максим. Швондер гейт. Швондер у Галкина другой талант, самый серьезный, как вы понимаете. Спросите у Аллы Борисовны. Ну ладно. Из важных новостей, прямо срочных. Значит, с пометкой срочной, молния, РИА новости. Конкретной повестки встречи советников нормандского формата нет. Киев намерен обсудить возобновление режима тишины и гум-вопросы. Офис Зеленского. Перевожу на русский язык. Срочно давайте встречаться в нормандском формате. Срочно. Где французы, немцы, русские. Собираемся и срочно договариваемся, почему не будет войны. Никакой повестки нет. Он прямо говорит, конкретной повестки нет. Никакой повестки нет. Не знаю, что говорить. Но если мы это не сделаем, как бы... Я не знаю, что мне делать. Примерно так вот. Заявляет офис Зеленского. Как я понимаю. Ну, мы поняли позиции, да? Суперпозиции. Значит, смотрите, позиция американцев. Срочно надо, чтобы украинцы развязали войну с Россией. Украинцы понимают, что их кинули. Ну, дали какое-то оружие в руки и говорят, идите умирайте. Умирать они не хотят. Они хотят воевать только в комментариях в интернете. В Ютьюбе, там еще где-то. Вот, понимаете? И... Все. И Зеленский говорит, давайте в нормандском формате, без повестки, собираться о гум-вопросы, возобновим. Ну, то есть, просто собраться без американцев. Нет в нормандском формате американцев. Без американцев. И договориться, почему мы все вместе сейчас друг друга не попереубиваем. Неплохо. А почему бы и нет? Да? Есть только один момент, что-то мне кажется, что нашим это неинтересно. Есть же еще и российская сторона, которой, может быть, это неинтересно. Мы... Нам, знаете, что интересно? Получить письменный ответ. Я так понял. Мы очень хотим получить письменный ответ. Мы заявили это и ждем, сидим, этот письменный ответ. Поглядим. В ЕС просят... О, это прекрасная новость. Еще односрочная новость. В ЕС просят послаблений для банков и сделок по энергетике в рамках мер против России. Читаю. Некоторые крупные страны, члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая послабления для некоторых банков сделок, связанных с энергетикой и существующих контрактов, приводит агентство слова источника знакомого ситуации. Поняли? Запад говорит. Европейский. Европа говорит. Давайте мы санкции, если вдруг будут обострения против Украины, вводить будем, но банки определенные мы уже трогаем, мы исключим, потому что они нам помогают провести сделку по энергетическому сектору, а энергетический сектор давайте вообще не трогать, потому что Северный поток-2 и все такое. Вы понимаете? Украинцы? Алло, вы точно? Я хотел бы, чтобы меня слушали сейчас только украинцы. А? Константин Боровой. Эту войну Украина у России выиграла. Константин Боровой редкой тупости человек, если честно. Ну ладно. Возвращаясь к теме. Олег, спасибо большое, что прислали это смешное видео. О, это фотография. То есть Европа. Украинцы, слышите? Европа вас кидает за углеводороды. Все. Даже против некоторых банков они не хотят вводить санкции, просто они хотят пропетлять. Потому что для них важнее газ из России, чем вы. Ваша демократия, в кавычках, независимость, в кавычках, желания, мечты, Майданы и прочее, прочее, прочее. О, как прав был Маркс. Маркс, гений и ученый. Ученый и гений, вот так лучше сказать. Все-таки, конечно, причиной всему капитал. Поздравляю. Похоже на войну Англии с Германией в Африке. Вроде и есть, но без фанатизма, пишет Панк. Ну, все правильно, они себя обезопасят, чтобы газ иметь, и воткнут санкции. Все логично, пишет Александр. Да, Александр, как сказать, понимаете, в чем дело? Я же говорю, если не трогать энергетический сектор России, а все же прекрасно знают, что для нас энергетический сектор, то, в общем, какие там они еще санкции собираются тогда вводить, понимаете? Тут очень большой вопрос. Что они нам? Перестанут продавать свои машины, что ли? Ну, мы их втридорога берем, у них эти машины, и не столько не стоят. Не перестанут они их продавать. Что они нам перестанут продавать? Телефоны свои? Ну, хорошо, китайские купим. Что они могут в таком случае? Если от энергетического сектора нашего они зависят настолько, что уже в как бы предвоенной ситуации, которую создают американцы, они говорят, только не трогайте энергетический сектор. Вот все остальное делать, что хотите. Энергетический сектор не трогайте. Так на энергетическом секторе все и держится. Разве нет? Разве не в этом заключается суть всех заявлений наших прозападных либералов России, что Россия это сырьевая страна? Так если мы сырьевая страна и сырьевая экономика, а против сырья не будут вводиться санкции, то какая нам вообще разница, какие санкции будут вводиться против всего остального? Как это нас вообще колышет? Может, я что-то не понимаю, наверное, что-то не понимаю. Но я там видел среди санкций, которые сейчас предлагает Германия заморозить счета олигархов и не пускать их за рубеж российских. Приветствую это решение. Не вопрос. Не пускайте российских олигархов к себе в Монако или где там, куда вы не хотите их пускать. Без вопросов не проблема. Нас это никак не колышет, не беспокоит. Мы по этому поводу не будем печалиться. если российских олигархов не будут пускать куда-то туда. Ну, мне-то какая разница? Я же не олигарх. Правильно? Мы сильно от импорта зависим, пишет Вигналер. Объясните, Вигналер, потому что, ну, хотелось бы понять импорта чего мы еще пока зависим. Потому что раньше мы, да, зависели от импорта, например, с территории Украины вертолетных двигателей. Ну, это мы знаем. Зависели сильно от импорта мяса. Сейчас это мясо, вон, его невозможно уже. Десять тысяч видов какого только мяса у нас не делают. Разные мраморности. Уже делают на уровне мраморности вагю. Знаете, да, такое есть мясо, которое, ну, сильно мраморное. Оно сильно дорогое в связи с этим, оно сильно мраморное. Ну, делают даже такое мясо. Все делают. Сыры делают. Это делают. Что мы не делаем? Что мы не умеем делать? Вот против этого логично было бы тогда вести какие-то санкции, если они нас хотят наказать. Ну, как показывает практика, ровно в тот момент, когда против чего-то вводятся санкции, что мы не умеем делать, мы это вдруг начинаем делать. Ну, потому что это сразу же открывает возможность отечественному производителю. Ну, или вообще предпринимателю. Говорят, все, больше телефонов не будет американских. И тут же, оп, пустой рынок. Сейчас будем делать что-то свое, клепать. Ну, как я понимаю, электроника, запчасти, семена, технологии, станки, сборочные цеха, ингредиенты для продуктов и так далее, пишет Вигнали. Ну, вот смотрите, электроника через Китай, насколько я понимаю, да, в основном. Запчасти на машины вы имеете в виду? Ну, есть аналоги, опять же, китайские, неинтересно. Семена, потому что Монсанто и ты должен эти семена, знаете, да, фишку, даже американцы, засеял, собрал урожай, а второй раз ты засеять его не можешь. Ты должен опять купить семена. Ну, вы же понимаете, что это решается ровно тем, что ты просто показываешь средний палец Монсанто в тот момент, когда они вводят запрет на продажу нам семян. И просто пересеваешь то, что у тебя есть. И все. И как бы кому это выгодно? Ну, не нам, вряд ли, да, нам. Точнее, не им. Нам-то что? Мы начинаем по-пиратски абсолютно нарушать все эти договоренности, которые у нас были. Технологии. Ну, слишком вообще выгнали технологии. Станки. Вот, возможно, станки. Но тут надо понять, какие станки. По производству чего? Опять же, если мы смотрим промышленные страны, кто промышленностью своей может похвастать, да, у кого станки, так это Китай опять. Да, это не США, это тем более не Британия какая-нибудь. если мы говорим о станках, о производстве. Ну, вот Германия, да, что-то умеет. Китай что-то умеет. Стальные что-то умеют. Где умеют. Может, Япония что-то умеет. Ну, не знаю. Мы что-то у них берем, не берем. Ингредиенты для продуктов и так далее. Как-то вот выгнали, непонятно. Станки, это Германия, Италия, Китай. Ну, вот и все. Ну, перепрофилируемся немножечко. Ну, в чем проблема? Ну, немцы нам дадут, китайцы дадут. Ну, китайцы не дадут, немцы не дадут. Ну, будем воровать, как это делали в свое время китайцы. Без обид. Это сейчас. Я не хочу оскорбить китайцев. Но я был на автомобильных вот этих выставках, когда еще китайские автомобили совсем плохие были. Там китайцы с рулетками ходили, записывали все данные, фотографировали машины, а потом их машины удивительным образом были похожи визуально, только визуально. На знаменитые европейские бренды. Ну, и вообще мировые. Например, Бриланс была похожа на БМВ. Вот. А сейчас мы видим, что Китай все сильнее растет, растет, растет в автопроме. И в какой-то момент они начнут соревноваться уже с корейцами, наверное, да. Когда-то. А потом, наверное, всех и обгонят. Но это может быть потом. Не все. Москва, Пекин не сразу строился. Давайте так. Так же и здесь. Мы же просто играем по общим правилам до сих пор. Мы же не воруем. Мы все делаем по лицензии. В случае, если нас будут отключать по полной программе, у нас не будет никаких проблем, чтобы просто взять БМВ, разобрать ее и собрать заново. Своровав полностью. Потому что мы уже не будем рассчитывать на внешний рынок, куда мы что-то там будем продавать. Правильно? Мы будем работать сугубо на нас. Разобрал и собрал заново. МБВ назвал. Все. Не знаете такие технологии? Называется промышленный шпионаж и воровство. Очень хорошие технологии во времена, когда кто-то решил, что он не будет делиться технологиями. Делиться технологиями, чтобы было понятно до предела, это когда кто-то этой технологии продает, а другой честный человек вместо того, чтобы их украсть, покупает. И по лицензии работает, по разрешению согласовано, сведомо этого человека, производит у себя и говорит, это я у него купил. И самое главное, не перепоставляя этой технологии другим. Нет, мы договорились, что только я получаю эту технологию. А если вдруг перейти в режим воровать, какие проблемы? Вот у американцев появляется Манхэттенский проект, делают они ядерную бомбу. Да? Ну не только ядерную вообще, делают термоядерную, ядерную делают. И опа, и у нас появляется. А почему? Ну потому что очень хорошо работает агентура, разведка хорошо работает. Местные американцы в определенный момент, поняв, какой дисбаланс происходит в мире, тоже готовы поделиться определенными вещами, ученые, потому что они понимают, что не должно быть это оружие в одних руках, это слишком опасно. Нужен баланс. все происходит удивительным образом, совершенно так, как оно и должно происходить. В мире, который живет на одном шарике, все перетекает из одного в другое. Вот какое дело. А мы не такая страна, у которой нет вообще технологий или нет хорошей разведки или что-то подобное. У нас есть это все. Разведка работает, все работает. Надо будет своровать, своруем. Надо будет забрать, заберем. Надо будет разобрать, разберем. Надо будет собрать, соберем. В этом же прикол. Мы просто хотим работать на общих основаниях, так как это делают они там, у себя на Западе. Мы тоже хотим вместе с ними так и делать. Взял лицензию, произвел. Ну можно же воровать. Не забывайте об этом. Это важный момент. И воровать можно блистательно. И этим прославился и заработал себе миллиарды огромные, триллионы. Китай! Просто гений. Я аплодирую стоя. Они сказали, а мы будем воровать. Да, все сворованное и скопированное мы не продаем вовне. Мы не будем, чтобы к нам не было притей. Мы тут внутри у себя. Все. Это чисто протекционистские меры. Внутри мы тут катаемся на этих машинах. Вовне мы не продаем. Вовне мы будем продавать что-то, что мы сделаем сами. Уже потом, когда научимся на основании того, что своровали. А? Все. Уже ладу разобрали и собрали, пишет Руслан. Вы имеете в виду ладу, которая фиат была. Лицензия. Это было не воровство. Тоже. Это тоже было не воровство. Даже газ, который стал впоследствии... Ну, это не газ, а форд, который стал газ впоследствии. Это же форды были, на самом деле. Это тоже были лицензии. И тоже мы покупали станки у американцев. И тоже это делал Сталин. Сталин. Ничего так. Поэтому все понятно в целом. И в общем. И в целом. Понятно. Илон Маск ни одного своего изобретения, пишет Маугли. В одном сериале показали Советский Союз на модных показах в Париже в 60-х. Французы предложили выкупить у наших эскизы сапог на каблуках. Наши отказались. Французы украли и выдают за свое изобретение, пишет Шнайдер. Правильно. Потому что раз человек делает снэпчат. К нему приходит, например, Марк Цукерберг и говорит, ну ладно, это стоит миллиард. Берешь? Ну, в смысле, берешь миллиард, мне отдаешь? Он говорит, нет. Марк Цукерберг такой. Ну и ладно. И пошел и просто сделал свой снэпчат и все. По-другому его назвав. Ну вот. И снэпчат, в общем, никому и не нужен, по-моему, уже. Ну, как-то примерно так. А мог бы за миллиард продать. Вот так. Ну, мог бы. А мог бы и не продавать. Хочешь, развивай сам. Все. Просто взял и сделал свое. Вам напомнить, что такое ВКонтакте? Гениальный наш, наш гениальный абсолютно. Павел Дуров. Храни его, Господь. Ну, это же воровство, оголимое. Ну, это же правда. Это же правда воровство, Павел. Ну, мы же все знаем это. Ну, это гениальное воровство. Оно сделано лучше, чем оригинал. Я согласен. Классно своровано. Лучше, чем оригинал. Телеграм. Ну, хотите сказать, что это концептуальная идея Павла Дурова? Ну, тогда обратимся к создателям WhatsApp и спросим, что они думают по этому поводу. Да? А еще мы обратимся потом к Facebook, который... К Мете. К Мете мы обратимся и скажем, а вы когда WhatsApp выкупали, вы у кого выкупали его? Или что, как у вас там это происходило? Может, воровали у кого-то? Может быть, просто свое делали на фоне чего-то? Запомните. Умные люди делают сами, гении обязательно только воруют. Гении всегда воруют. Ну, зачем создавать колесо заново, когда можно его своровать? Ну, какой смысл в этом? А таких, как дуров, мы выгоняем, пишет Николаевич. Таких, как дуров, выгоняют все. С его криптовалютой в Америке его очень быстро американцы завернули. Таких, как дуров, выгоняют везде. Таких, как дуров, нигде не жалуют. Помните об этом. Но мы его все равно тепло любим. Потому что он все-таки наш. Хоть он и думает, что он там какой-то либертарианец, он не наш, он там какой-то рептилоид или что там, иллюминат просвещенный. Ну, я не знаю, что он там про себя сам думает. Все равно он наш. Наш. Павел Дуров, который умеет классно своровать. И после того, как своровал, классно облагородить. Так, что его ворованное становится лучше оригинала. Ну, это правда. Это правда. Все, что своровал Павел Дуров, он таким образом приукрасил, что стало лучше. Вот за это ему памятник. Вот честно. Вот он прям хорош в этом деле. Молодец. Это как своровать Феррари и сделать что-то лучше, чем Феррари. Это задача, согласитесь, задача сложная, сложная. Ну, все хорошо, все правильно. Но вот беспокоят внутренние власовцы, а их много, снизу доверху, пишет Эдмон. Внутренние власовцы всегда будут. И они всегда были, что самое ужасное. Собственно, поэтому власовцы были даже в Советском Союзе. Они и берут свое название оттуда, да? Предатели были всегда, пораженцы были всегда. Помните, что власовцы есть и в Америке. И они наша надежная опора. Если что, когда мы хотим продвинуть свои идеи в рамках американского государства, а не только, чтобы они продвигали свои идеи через наших власовцев внутри нашего государства. У всех это есть. Так устроено общество. Всегда есть предатели, всегда есть коллаборационисты, всегда. Ни по-другому не бывает. Иногда лучше взять чужое и довести до идеала, чем терпеть ужасный продукт, не доведенный до конца, пишет Мик. Да-да-да, так обычно воры все и говорят. Сериал «Кремниевая долина». Там хорошо про воровство идей рассказано, пишет Маугли. Конечно, ведь кто погружался в идеологию Кремниевой долины, кто погружался в историю не успеха в Кремниевой долине, а там много таких историй, гораздо больше, чем истории успеха, тот фильм Дудя не смотрит, который ходит там и восхищается как можно легко и быстро стать миллиардером, и как это все просто. Достаточно взять прям билет и уехать из России и завтра ты уже прям все у тебя четко и классно и все получилось. Ага, ага, конечно. Юра, 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 телеграм по сравнению с Ватсап, все равно, что современный Мерседес в сравнении с Фордом. Тэ, пишет Илья Сергеевич. Ну вот видите, значит, воровать и улучшать у нас люди умеют. А это значит, что можем, если хочем. Мы можем Дуглас в самолет превратить в самолет Ли. Правда же, можем Дуглас в Ли превратить? Можем? Ли, не китаец Ли. Это сокращение у нас. Первые две буквы фамилии обычно. Можем? Можем. Получается у нас? Очень даже получается. Мы вообще молодцы в этом смысле. Автомат Калашникова может в какой-то степени напоминать другие автоматы, которые были до него изобретенные, например, немцами. Да, наша конструкция лучше. Да, она отличается. Но визуально может напоминать. Ну, так вот. Ну, просто совпало. Ну, просто конструкция. Это не значит, что кто-то что-то своровал. Правда? Правда. А американцы могут сделать свой космический проект при помощи Вернера фон Брауна, эсэсовского офицера. И, ну, просто так вот получилось. Ну, что поделать? И, ну, да. Ну, да. И что? Скажут американцы. Ну, и да. И что, скажем мы американцам? Ну, запретите нам что-нибудь у вас покупать. Запретите нам что-нибудь у вас официально, лицензировано брать и производить здесь. Мы просто будем у вас воровать, американцы. Так же, как воруете вы. Например, мультфильм Король-Лев, который на самом деле придуман японцами и нарисован японцами, а потом в тупую скопировано американцами и нарисован, перерисован и продан как свое. И создатели того фильма с правильным симбой японского пытались судиться. Как думаешь, что они отсудили? Дырку от бублика они отсудили. Вот что они отсудили. А отсылочки к некоторым японским фильмам, которые мы видим в каждом практически кадре фильма «Звездные войны». Хотите? Не хотите? Да там все. Абсолютно. Абсолютно. Начиная с переходов вот этих вот кадровых. сворованных. Сворованных у японцев и ничего страшного нет. Это просто мы вдохновлялись японскими произведениями искусства. Мы тоже можем вдохновляться вашими телефонами, вашими соцсетями. Мы вдохновляемся ими, я вам больше скажу. Почему бы нам не вдохновиться чуть больше Ютубом и не сделать уже в конечном счете свой видеохостинг? Наверное, времени пришло. Скорее бы американцы запретили нам Ютуб. Тут же появится наш. Тут же. И тут же там опять будет какая-то молодежь, что-нибудь сидеть, делать абсолютно бесполезное, тупое и рассказывать друг другу всякую тупость и на этом зарабатывать деньги. Прекрасно. Боже мой, только сейчас понял, кириллицы. Это плагиат латинского алфавита, пишет Маугли. В каком-то смысле можно и так сказать. В целом, конечно. Но мы не будем так говорить. Просто, давайте так, латиница это недоработанная кириллица. Это жалкий, жалкая, ну ладно, не буду ничего, жалкая, не жалкая, просто это недоработанная кириллица. Это как WhatsApp, да? А кириллица это как Telegram. Намного удобнее, красивее. Любое банковское приложение наше и импортное, сравните, у них как будто каменный век, пишет Илья Сергеевич. Же есть, Илья Сергеевич, же есть талантливые люди у нас, понимаете? А если еще можно будет воровать? А представляете, если можно будет воровать, например, шоу на телевидении, не покупать лицензию, а просто воровать, как роскошно делали у нас на телевидении 90-х. Просто берешь чужой формат, например, такой, посмотрел какого-нибудь знаменитого ведущего и такой, так, а своруй-ка я его образ, надену-ка я подтяжки, надену-ка я рубашку, подверну-ка я рукава на этой рубашке, начну-ка я вот снимать так же, пускай, вот снимайте меня тоже в лобовую, вот так вот, я буду сидеть в кадре и спокойным голосом говорить. Здравствуйте, я Влад Листьев, а не Ларри Кинг. И никто ничего не заметит, или вместо колеса фортуны поле чудес. Опа! И все, и все, просто возьмите и все скопируйте. И так здорово, знаете, так прекрасно, так великолепно. Представляете, если за голос не нужно будет платить создателям голоса, а можно будет просто платить на Гиеву и все. Кириллицы, это технология, которую мы подработали и передали народам СССР, пишет, I believe in the life. Ургант, пишет Вигнали. Да, представьте, Урганту не нужно будет платить тоже за... Или он и не платит, я надеюсь. Скорее всего, платит. Да? Как это? Late night show называется? Ладно. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. Сегодня войны не было, и слава богу. И да пребудет с вами сила. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8